Масштаба, начально наш проект планировался как предприятие по окрашиванию гулонной стали. Вот Сергей Владимирович не даст соврать, он это видел своими глазами, то как разрастался наш проект, как мы от одной линии пришли по трех, то есть добавили линии продольной предвечной резки, как мы начали сотрудничество с компанией «Хайр». И давайте поподробнее о схеме. Наша компания вообще по многих сферах является первопроходством. Так, например, мы стали первыми президентами ТСР города Нижнекамск, якорными президентами частного институтального парка «Кианев». Мы также являемся первым заводом окрашивания рулонной стали в республике «Катарстан». Единственными в России, кто выпускает окрашивание рулонной стали с цикнением для изготовления бытовой церкви. Поговорим подробно о нашей продукции, да, это непосредственно связано с темой моего сегодняшнего предприятия. Основной продукт – это окрашенный рулонный и листовой металл с полимерным партнером. Два основных сегмента, которыми мы используем, это сегмент производства строительных материалов и сегмент машинстроения по части производства бытовой техники. На данный момент мы очень активно ведем работу по привлечению клиентов. Первые контракты на поставку готовых продуктов. Два из этих контрактов – это производители бытовой техники. Это очень интересный для нас сегмент, так как, как я уже говорила ранее, мы являемся единственными в России производителями стали для изготовления так называемой белой техники. В этом сегменте нашим стратегическим очень важным партнером является компания «Хайр». Мы уже начали поставку комплектующих для холодильников. Готовимся в этом году начать поставку в адрес завода по производству стиральных машин. Мы надеемся на долгосрочное и прочное техничество. Сегмент производства металлических строительных материалов – это более массовый продукт и обеспечивает постоянность спроса металла за счет входа увеличивающихся объемов строительства, а также за счет разнообразия возможных производств продуктов. Из нашего стырья можно доставить профнасты, металлочерепицы, сэндвич-панели, металлосайдинг, различную вентиляцию, то есть комплектующие к инженерным сетям. Уже сейчас окружка нашей готовой продукции осуществляется каждый день. Немного об инвестициях, кратко остановлюсь. Мы уже вложили в завод, это наша гордость, поэтому не затронуть эту тему. 412 миллионов рублей, сумма налоговых отчислений в бюджет более 5,5 миллионов. Это данные за 2018 год или первый квартал 2019-го. Сейчас в компании трудится 66 человек. Средняя заработная плата на предприятие составляет 43 тысячи рублей. Многие стадии проекта уже завершены. Мы отремонтировали арендованные производственные и офисные площади, запустили производство, прошли сертификацию готовой продукции, набрали необходимый персонал. Сейчас мы выходим в наш первый строительный сезон и начинаем вести деятельность в штатном режиме. Настала пора поговорить о том, что способствует такому активному развитию компании. Мы располагаемся, как я уже говорила ранее, на территории индустриального парка «Пионер» в городе Нижний Крамск. Это комплекс готовых производственных и офисных помещений, в пределах которого созданы все благоприятные условия для ведения предпринимательской и производственной деятельности. Для нас Крампарк – это, прежде всего, готовые помещения с низкой арендной ставкой, наличие всех необходимых инженерных сетей, выгодное расположение и возможная господдержка. На данный момент компания «Камасталь» заняла около 50% готовых зданий Компарка. И интересное наблюдение, да, вокруг «Камастали» уже начинает формироваться промышленный кластер в области металлообработки. Так, например, недавно защитилась в ТОСЭР компания «ЦНК», которая будет заниматься производством металлических фасадных панелей из нашего сырья. За первой компанией обязательно последуют другие. Сейчас уже нашими китайскими коллегами компанией «Тинсян» прорабатывается проект по организации производства быстровозводимых каркасных конструкций из металла. Это также дальнейший передел продукции нашей компании. Есть также потенциальные инвесторы, которые планируют открыть производство именно на территории Компарка и именно в снежной с нами области, то есть используя сырье компании «Камасталь», просто пока для них нет готовых помещений. Подобная кооперация, она, возможно, не только в разрезе сырье, готовая продукция, а, возможно, также сотрудничество в рамках привлечения клиентов. Например, каркас плюс фасадные панели – это уже практически готовый коттедж. Покупателю гораздо выгоднее прийти в одно место и купить все сразу, нежели искать отдельно все комплектующие. Также появление подобной концентрации компаний на единой территории, оно способствует развитию необходимой инфраструктуры для обеспечения нормальной деятельности этих фильмов. Столовые, кафе, тут все по законам экономики, спрос рождает предложение. И, как следствие, это ведет к улучшению социально-экономических показателей города, так как подобная деятельность, она создает дополнительные рабочие места. К чему я это говорю? Подведем некоторые итоги. Создание индустриального парка способствует максимальной концентрации смежных производств на одной территории, особенно если заходит промпарк «Якорный резидент», вокруг него уже практически автоматом начинают формироваться смежные производства, потому что это интереснее. Это уменьшает логистические и другие издержки компаний и, соответственно, увеличивает их конкурентную способность в разы. В свою очередь, это способствует повышению уровня развития региона. И, конечно, создание промышленного кластера требует высокого уровня взаимодействия и партнерских отношений между фирмами, правительством, образовательными учреждениями, общественными организациями. И вот здесь как раз единый оператор в виде индустриального парка может способствовать данному взаимодействию и поддерживать его на должном уровне. У меня все. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Большое спасибо, Алектина. Безусловно, это очень здорово, когда в индустриальном парке формируется целый кластер, заходит «Якорный резидент», за ним приходят другие поставщики, растет вертикально интегрированная цепочка. Но как быть другим участникам рынка? Этот вопрос я хотел бы адресовать вам, Александр. Расскажите, есть ли способы у других компаний, которые не локализованы еще где-то индустриальный парк вокруг резидента, как-то войти в эту цепочку? Можно микрофон? Спасибо большое. Я введу некое такое неудобство для наших операторов, и статичный такой мишень превращусь в динамичное. И постараюсь ответить на этот же вопрос. Меня зовут Александр Гуров, и я являюсь руководителем электронной торговой площадки «Онлайн-контракт». Кто-нибудь слышал, нет, знаком с торговой площадкой? Ну, я понятное дело. Да, руки есть, замечательно. Окей. Вот буквально 20 апреля, 4 дня назад, наша электронная торговая площадка уже перешагнула такой знаковый для себя рубеж. Мы отпраздновали, отметили 12-летие нашей деятельности, и в результате нашей деятельности мы с самого начала договорились о том, что мы поставили перед собой некие такие принципы, что в своей деятельности мы будем руководствоваться принципами открытости, публичности для обеспечения равных стартовых условий всех игроков рынка. Электронная торговая площадка занимается организацией тендерных процедур и помогает малому бизнесу делать закупки, стать поставщиками крупного бизнеса. Мы с самого начала, то есть уже 12 лет работаем, развивали три основных продукта, три основных направления. Это корпоративные закупки, это продажа продукции, обладающей биржевыми характеристиками, то есть биржевые продукты, как мы назвали, и третье направление – это реализация активов и имущества. И вот вкратце я как раз хотел бы обрисовать, каким образом можно пользоваться этим инструментарием уже здесь и сейчас, сегодня, для того, чтобы встроиться вот в эту цепочку, для того, чтобы стать поставщиком крупной компании. Еще один такой вопрос. Много ли среди присутствующих в зале представителей малого бизнеса? Обозначу такой ориентир. Малым предприятиям по российскому законодательству считаются компании с объемом годовой реализации до 2 миллиардов рублей. Практически все. И, скорее всего, я не ошибусь, что в головах представителей малого и среднего бизнеса стоит, всегда стоит, один вопрос. Они о нем думают. Как стать поставщиком крупной компании? Где эта волшебная дверь? Где этот номер телефона, по которому можно позвонить и договориться о сделке? Так вот, тот же самый вопрос и стоит у крупных компаний. Вот сейчас как раз-таки идет пора в проведениях годовых, общих годовых собраний акционеров у крупного бизнеса. И крупный бизнес, топ-менеджмент отчитывается о сотнях миллиардов товарооборота, о выручке, о прибылях и о прочих достижениях. Но, на самом деле, тот же самый крупный бизнес, вот, говорят такие крупные и большие цифры, сотни миллиардов рублей товарооборота, он еще и, он не все закупки осуществляет именно на эти большие колоссальные суммы. Есть закупки и действительно фантастические суммы, но есть закупки и на миллионы, и на десятки тысяч. И вот если с этой точки зрения посмотреть, то крупный бизнес заинтересован в привлечении малых и средних предприятий в качестве поставщиков, для того, чтобы усилить конкуренцию, для того, чтобы улучшить структуру своей себестоимости. С нашей точки зрения, вот, работая непосредственно с крупными компаниями, мы в корпоративных закупках реализовали следующий инструментарий. Кто-нибудь знает, как вот расшифровывается такая аббревиатура, как ГПЗ? Ну, просто руку поднять, если... Я слышал разные варианты. Газоперерабатывающий завод, была даже такая, господи, повысь зарплату. Так вот, эта расшифровка, эта аббревиатура расшифровывается достаточно просто. Это годовой план закупок. На сегодняшний день мы провели переговоры с крупными предприятиями о том, что они составляют такую документацию о своих закупках на следующий год и публикуют на нашем портале. То есть на сегодняшний день уже есть опубликованный ряд годовых планов закупок предприятий, которые доступны, чтобы можно зайти и посмотреть, и увидеть, на что предприятие в следующем году планирует тратить свои денежные средства, на какие закупки оно планирует осуществлять. Сейчас, на сегодняшний день, это уже документация открыта, и можно зайти на наш сайт и посмотреть. В самом верху публикация таких документов есть. Так, здесь немножко другая презентация, но да ладно. Но это еще не все. Если мы говорим про корпоративные закупки, на сегодняшний день мы подходим к закупкам как к некому технологическому процессу. И сформированный годовой план закупок, он позволяет всего лишь понять те потребности, которые на сегодняшний день испытывают крупный бизнес в закупках. Но технологическая цепочка, которую мы разработали с крупными предприятиями, ведет весь процесс закупки от планирования до получения контракта. То есть это планирование, документирование, проведение тендера, формализованный, непонятный и привязанный к срокам выбор поставщика и заключение контракта. И вот с зарядом крупных предприятий мы уже находимся в стадии реализации такой технологической цепочки. Таким образом, заказы крупных компаний не только анонсируются, они становятся реально ближе для малого и среднего бизнеса, и они привязаны к срокам. Это что касается корпоративных закупок. Это сегодня уже работает. И с каждым днем компаний, которые работают по такой технологии, все больше и больше становится. Перейдем к следующему. Это биржевые продукты. Здесь у нас в качестве наших клиентов, с которыми мы сотрудничаем, это крупнейшие предприятия Республики Торстан и Российской Федерации, компания Нижнекампе Тихимов, стенд здесь представлен, Казанев, Синтез, Таифенка и ряд других российских компаний. Договоренность и принцип работы у нас следующий. Часть своей продукции они выставляют на наши торговые площадки для продажи неограниченному полу компаний. И то есть любая компания, пройдя простую, понятную процедуру регистрации, может законтрактовать этот объем. И более того, есть экономические стимулы на заключение контракта, то есть экономический запрет на неисполнение этого контракта. Таким образом, малое предприятие, законтрактовав сделку, гарантированно получает эту продукцию и более того, гарантированно заключает контракт непосредственно с компанией-производителем. Производителю это тоже интересно, Потому что таким образом он формирует некий такой пул поставщиков, пул покупателей, которые берут достаточно серьезный объем. Он получает ценовой индекс и он получает покупателей. То есть здесь взаимовыгодное сотрудничество по этому направлению с крупным бизнесом также можно построить. Объемы здесь не указан, но на самом деле объемы идут уже на миллионы тонн. И количество сделок, которые на сегодняшний день у нас состоялись и дошли до исполнения более 50 тысяч сделок. Реализация активов и имущества – это вот то третье направление, которое мы уже 12 лет развиваем. В рамках финансово-хозяйственной деятельности у любого предприятия рано или поздно создается такой некий пул имущества, которое является непрофильным для данной компании. И оно его хранит на складах, оно несет затраты и в результате ухудшается структура себестоимости, структура экономики на данном предприятии. Так вот, посредством реализации активов и имущества можно реализовать на аукционной форме продажи те активы, то имущество, которое стало непрофильным для данного предприятия. Яркие примеры – это металлолом. То есть на промышленных предприятиях действительно организуются достаточно большие количества этого актива, которые можно и нужно продавать. И по рынку посредством нашего направления реализация проходит очень интересно и очень бойко. Также можно привести в качестве примеров подвижной железнодорожный состав, автотранспорт как легковой, так и грузовой. И таким образом предприятие, которое избавляется от таких активов, улучшает структуру своей себестоимости, освобождая склады, а любые другие предприятия, которым этот актив востребован, могут приобрести его по рыночной цене. На сегодняшний день это также уже запущенное направление, которое приносит свои плоды как крупному, так и малому бизнесу. И вот я там отметил таких три направления. Но на самом деле они сейчас уже работают. Но в любом случае предприятие и малого, и среднего бизнеса также может использовать вот этот инструментарий уже для своих нужд. Потому что бывают ситуации, когда даже малое предприятие закупает большие объемы чего-либо. Поэтому также можно провести тендер и посмотреть, сколько этот актив стоит и получить лучшую цену здесь и сейчас. Это наши основные направления деятельности. У меня все. Я готов к ответам, если есть. Спасибо. Спасибо, Александр. Действительно, очень удобная, открытая платформа. Хороший способ для малого и среднего бизнеса участвовать в вертикальной цепочке поставщиков. Хочу перейти дальше по нашей сегодняшней теме. Полина, коллега. Особая экономическая зона Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как изменился портрет вашего клиента, вашего резидента сегодня? И изменился ли он вообще? Особая экономическая зона Санкт-Петербург собрана в 2006 году. Верно. Экономическая зона Алава, Багалейбис, Санкт-Петербург. В инвестициональных парках было еще меньше. Тассеров вообще не было. Скажите, как влияет конкуренция на вас? И изменился ли вектор развития самой экономической зоны? Регенерин, спасибо большое за предоставленное слово. Я постараюсь на наступление осветить все вопросы, которые вы мне задали. Добрый день, уважаемые участники форума. представляю особоэкономическую зону в Санкт-Петербурге, расскажу про историю развития особоэкономических зон в России, упомяну то, к чему мы пришли на данный момент, коснусь систем управления и обозначу вектор нашего развития. Вообще, если говорить про особоэкономические зоны как инструмент, то он имеет многовековую историю. Еще в деревне Греции был создан прототип особоэкономической зоны, но так документально подтвержденной и точкой отчета именно в истории мировой особоэкономический зон принято считать город Ливорна, XVI век, и именно тогда купцы добились в самом городе права беспрофильной торговли, налогообложения. Но сейчас же это уже более 4000 площадок с подобным особым режимом предпринимательской деятельности по всему миру, в более чем 120 странах мира. Динамика поражает, потому что еще 15 лет назад всего в два раза меньше было подобных площадок по всему миру. Если говорить про Российскую Федерацию, то здесь все верно, Евгений упомянул, что в 2006 году очень началось создание особых экономических зон в России, и все это благодаря тому, что в 2005 году был наконец принят федеральный закон 116. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok